Бывающий, Джагат, Вселенную. Перевод стиха и комментарии. Во Божественной Милости Абхайчара Наравинда, Бхакти Веданта, С вами Шилы Прабхупады Ки. Шри Кришна, Верховный Господь, сказал, Стоит ли много говорить об этом? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Комментарий состоит из одного предложения. Этот стих Шри Кришна, Личность Бога, произнес в Бхагавадгите 10.42, после того, как поведал Арджуни о своем могуществе. Мы тоже прочитаем этот стих. Комментарий, точнее. К 42 стиху. Входя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, Верховный Господь пребывает повсюду, пронизывая собой все материальные Вселенные. Здесь Господь говорит Арджуни, что нет никакого смысла описывать красоту и великолепие отдельных явлений этого мира. Достаточно знать, что все сотворенное существует только благодаря тому, что в нем, в образе сверхдуши, присутствует Кришна. Все существа от гигантского брамы и вплоть до крошечного муравья продолжают жить только потому, что в сердце каждого из них находится Господь, поддерживающий их существование. Члены некой миссии настаивают на том, что, поклоняясь любому из полубогов, человек придет к Верховной Личности Бога, то есть достигнет высшей цели жизни. Но здесь Кришна полностью отвергает необходимость поклонения полубогам, ибо даже самые великие из них, Брама и Шива, представляют собой лишь искру великолепия Верховного Господа. Он – источник всего сущего, и никто не может превзойти Его. Он – Асамаурдхва. Это значит, что на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. В Падмапуране сказано, что тот, кто ставит Верховного Господа Кришну на один уровень с полубогами, будь то даже Брама или Шива, сразу же становится атеистом. Тот же, кто тщательно изучит многочисленное описание богатств Кришны и проявление Его энергии, вне всякого сомнения поймет положение Господа в своем... А, это другой стих. Господа Кришны и всегда будет поклоняться только Ему. Господа называют вездесущим, ибо часть Его части, сверхдуша, входит во все сущее. Зная это, чистые предные сосредотачивают свой ум на Кришне, постоянно служа Ему, и потому они всегда остаются на духовном уровне. О предном служении и поклонении Кришне прямо говорится в этой главе, в стихах с 8 по 11. Это 10 глава. Это как раз стихи, который называется Чатухшлоки. Там описан весь путь чистого предного служения. В данной главе было подробно рассказано о том, как достичь высшей ступени совершенства в предном служении, вступить в общение с Верховной Личностью Бога. Шила Баладева Видя Бушина, великий Ачария в цепи учителей, ведущий начало от Кришны, завершает свой комментарий к 10 главе Бхагавадгиты такими словами. Даже могущественное солнце черпает силу из беспредельной энергии Господа Кришны. О своей частичной экспансии Кришна поддерживает целое мироздание. Поэтому здесь в 10 главе поклоняются Господу Шри Кришне. Так заканчивает комментарий Бхагавадгиты в 10 главе Шримадбхагавадгиты, который называется «Великолепие Абсолюта». Мы также прочитаем следующий стих по плану 21-й из читания Черетамриты 2-й главы. Он у вас высвечивается тоже, да? Его нет, да? Ну, я его прочитаю, по крайней мере. ТАМИМАМАМАМ АДЖАМ ШАРИРА БХАДЖАМ ХРИДИ, ФРИДИ, ДИШДХИТАМ АТМА КОЛПИТАНАМ ХРИДИ, ФРИДИ, ДИШДХИТАМ АТМА КОЛПИТАНАМ Пратидришам и во найкадхаркам и кам. Пратидришам и во найкадхаркам и кам. Самадхикатос ми ведута беда могах. Самадхикатос ми ведута беда могах. Тамыма махам аджам шарира баджам. Хриди хриди диджхитам атма калпитанам. Пратидришам и во найкадхаркам и кам. Самадхикатос ми ведута беда могах. Кто-то еще прочитает? Пратидришам и во найкадхаркам и кам. Пратидришам и во найкадхаркам. Пратидришам и во найкадхаркам. Субтитры создавал DimaTorzok. Это знаменитый стих, который произносит Бишмадев. Один из махаджан, находясь на смертном одре и созерцая Господа Шри Кришну. Это стих из первой песни, 9 главы, 42 стих. Там его имам это. Агам я. Аджам нерожденного. Шарира баджам. Воплощенных обусловленных душ. Хриди-хриди в каждом сердце. Дхиштхитам расположенного. Атма собой. Калпитанам воображаемых. Пратидришам для каждых глаз. Ива, как на эка-да, не одинаково. Аркам, солнце. Экам, единое. Самадхигата, обретший. Асми, я есть. Видгута, устранено. Беда, моха. Тот, чье иллюзорное восприятие действительности. Перевод стиха. Дед Бишма сказал. Солнце одно, но разные люди видят его по-разному. Точно так же, о нерожденный, будто в облиге параматмы, ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Однако стоит человеку осознать себя твоим слугой, как он избавится от подобной двойственности. Поэтому теперь я могу понять твои вечные образы, пометую о том, что параматма не более, чем твое полное проявление. Прочитаем вместе перевод. Дед Бишма сказал. Солнце одно, но разные люди видят его по-разному. Точно так же кажется, о нерожденный, будто в облике параматмы, ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Однако стоит человеку осознать себя твоим слугой, как он избавится от подобной двойственности. Поэтому теперь я могу понять твои вечные образы, пометую о том, что параматма не более, чем твое полное проявление. Это стих из Шимадбхагаватам 1.9.42. Его произнес Бишмадева, патриарх династии Куру, когда он возлежал на ложе и стрел, готовясь покинуть этот мир. Вокруг стояли Арджуна, Кришна и другие многочисленные его друзья, почитатели, родственники и мудрецы. А умирающий Бишма наставлял Юдхиштхиру, рассказывая ему о морали и религии. Но в последний миг Бишма обратил взор на Кришну и произнес этот стих. Хотя солнце одно, каждый видит его по-разному. Точно так же существует одно частичное проявление Господа Кришны, которое в образе параматмы находится в сердце каждого живого существа. И его воспринимают по-разному. «Тот, кто развивает близкие отношения с Господом Кришной, занимаясь вечным служением Ему, осознает, что сверхдуша – это отраженное в сердцах живых существ частичное проявление Верховной Личности Бога. Бишма знал, что сверхдуша – это экспансия Господа Кришны, которую он постиг как высшую, нерожденную и трансцендентную Личность». Также мы прочитаем комментарий, который Шила Прабхупада дал к этому же стиху в первой песне, 9 глава, 42 стих. «Господь Шри Кришна – единая Верховная Личность Бога. Но с помощью своих непостижимых энергий он распространил себя во множество полных частей. Концепция двойственности существует из-за неведения о его непостижимой энергии». В Бхагавадгите, 9.11, Господь говорит, что только глупец считает его обычным человеком. Такие глупцы не ведают о его непостижимых энергиях. Посредством своей непостижимой энергии он пребывает в сердце каждого, подобно Солнцу, которое доступно взору всех. Аспект Господа, Параматма – это экспансия его полных частей. С помощью своей непостижимой энергии он распространяет себя в форме Параматмы, пребывающей в сердце каждого. А распространяя сияние своей личности, он расширяет себя в виде ослепительного сияния Брама Джоти. В Брама Самхите говорится, что Брама Джоти – сияние его личности. Следовательно, между ним и его сиянием Брама Джоти, а также его полными частями в форме Параматмы, нет разницы. Не слишком разумные люди, не знающие этого, считают, что Брама Джоти и Параматма отличаются от Кришны. Ум Бишма Девы полностью освободился от этой ошибочной концепции двойственности. И он был вполне удовлетворен, понимая, что именно Господь Шри Кришна есть все, и нет ничего, кроме Него. Этого просветления достигают великие Махатмы, преданные. В Бхагавангите 7.19 сказано, что «Васудева есть все, и нет ничего, что существовало бы помимо Васудевы». «Васудева» или Господь Шри Кришна – изначальная верховная личность. Здесь это подтверждает Махаджана. Поэтому неофиты и чистые преданные должны стараться следовать его стопам. Таков путь предного служения. Объект поклонения Бишма Девы – Господь Шри Кришна в облике Пардха Сарадхи. А объект поклонения Гопи – тот же самый Кришна во Вриндаване – неотразимо привлекательный Шьяма Сундара. Иногда не очень разумные люди, ученые, допускают ошибку, полагая, что Кришна во Вриндаване и Кришна, участвующий в битве на Куркшетре – разные личности. Но Бишма Дева был полностью свободен от этой ложной концепции. Даже целью, к которой стремится имперсоналист, является Кришна в форме безличного Джоти. А цель йогов – это Параматма, это тоже Кришна. Кришна – это и Брамаджоти, и локализованная Параматма. Но в аспекте Параматмы или в Брамаджоти нет Кришны или сладких взаимоотношений с Ним. Такие великие махатмы, как Бишма Дева, знают все различные аспекты Господа Кришны и поэтому поклоняются Господу Кришне, понимая, что Он – источник всех прочих ипостасей Бога. Ом Агьяна Тимирандася, Агьяна Джана Шалакая, Чакшурун Мелитам Йена, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобхиштам, Стапитам Йена Бхутале, Сваям Рупахадам Ахьям, Дадатисва Падантикам, Вандыхам Шри Гуру, Шри Юта, Падакамалам, Шри Гурун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам, Сахаганарагунатам, Витам, Тамса Дживам, Садвайтам, Савадхутам, Париджанасахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха, Кришна Падан, Сахаганалалита, Шри Вишакхам, Витамща, Ей, Кришна, Каруна Синдху, Дина Бандху, Джагатпате, Гопеша, Гопика Канта, Радха Канта, Намостуте, Тапта Канчана, Гауранги, Радхе, Вриндаванешвари, Бриша Бхану, Сута Деви, Пранамами Хариприе, Ванча, Калпатарубяшча, Крипасиндху, Бхяевача, Патитанам, Паванибхо, Вайшнавибхо, Наму, Намаха, Jaya, Шри, Кришна, Чайтанья, Prabhu, Нитянанда, Шиадвайта, Гададхара, Шивасаде, Гора, Бхакта, Вриндхо, Hare, Кришна, Hare, Кришна, 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 Hare, 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 Рамо, 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 Hare, Hare, Намалом Вишну падая, Кришна, Пристая, Бхутале, Шимате, Бхакти, Виданта, Свамини, Тинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Кауравани Прачарине, Нирвишешашуннявади, Пашчатья Дешатарине. Харе Кришна, приветствую всех. В новом году мы начинаем благоприятные возможности изучать сочетание Чаритамриту. Это произведение «Особый дар Шилы Прабхупады», который не был известен на Западе. И по милости Шилы Прабхупады мы получили возможность изучать сочетание Чаритамриту, которое представляет собой особое произведение. Недавно мы начали читать по субботам Чаритамриту, и это особая возможность понимания нашей философии Гаводи-Вайшнавизма, которая представлена в очень концентрированной форме здесь. И помимо этого здесь представлены Лилы Господа Чайтани. Сам Господь абсолютно истинно явился 500 лет назад. Для большинства людей Западного мира это событие прошло незамеченным. Они были сконцентрированы на своих каких-то материальных делах. Но Шилы Прабхупада, приехав на Запад, дал миру читание Чаритамриту. И он говорил о том, что определенные последовательности изучения книг, которые он представил. В частности, он говорил, что Бхагавадгита это как школа, как школьный курс, как азбука, по сути дела. Азбука духовной жизни. Шимат-Бхагаватам он называл институтским курсом. И читание Чаритамриту он называл аспирантским курсом. Поэтому это особая такая возможность. Он говорил, что это произведение для таких продвинутых вайшнавов. Поэтому я вижу, что тут немного вайшнавов. Самые продвинутые, видимо, собрались. Из многих-многих. Это для продвинутых вайшнавов, потому что понять Господа Чайтанию не так легко. И в 17 томах читание Чаритамриты Кришнадас Кавирадж описывает Лилы Господа Чайтании. И первое, А делила особенно, она очень много уделяет внимания объяснению теологии вайшнавизма, седанты. В частности, как здесь говорится в начале этой главы, это идет здесь комментарий. В этом повествовании идет комментарий на третий стих первых 14 стихов, которые представляют свое благоприятное начало читания Чаритамриты. И здесь описываются различные аспекты Господа. В частности, вот эти два стиха, они непосредственно представляют собой стих из Бхагавадгиты и стих из Шимадбхагавата. То есть, как бы, читание Чаритамрита опирается на Бхагавадгиту и Шимадбхагаватам. Здесь это вот видно прямо. Для того, чтобы показать, раскрыть во всей полноте истину явления Господа, как Ши Чайтане Махабрабу 500 лет назад. Как я уже сказал, многими не понято, что Господь Чайтане явился. И поэтому мы живем в стране, где это далеко не понято еще. Поэтому, когда предные выходят на улицы города, поют хоринамы, и на них смотрят удивленными глазами, думают, как, зачем, что, почему. И нам приходится много объяснять. Каждый раз приходится объяснять, что Господь Чайтане явился. И Он хотел, чтобы в тех местах, где скапливаются люди, пели святые имена Господа. И поэтому мы стараемся это делать на улицах, на каких-то мероприятиях, на каких-то стадионах, на каких-то фестивалях. Мы поем святые имена. И это миссия Господь Чайтане, которую Он дал для всех живых существ для достижения совершенства в эту эпоху. Итак, Кришнадас Кавираж Госвами написал Чайтане Чаритамриту по просьбе многих вайшнавов. И он был, надо понимать это произведение, просто понимать контекст этого произведения, чтобы лучше осознать, о чем здесь говорится. Несколько слов об авторе Чайтане Чаритамриты. Кришнадас Кавираж Госвами был великим преданным. Он жил в то же время, когда Господь Чайтане, Господь Нейтенанда уже заканчивали свои игры. И он воспринял знания Алила Господа через шестерых Госвами во Вриндаване, где, в частности, он слушал Рагуната Даса Госвами. Кришнадас Кавираж Госвами был тем, кто внимательно слушал, присутствовал на этих лекциях. И потом он запечатлел это в форме Чайтане Чаритамриты. Ему было уже много лет, около 90 лет. В наше время уже средний возраст мужчин в России 59 лет. Даже до пенсии не доживает. Ну так вот просто выжигают свою жизнь активно в течение этих 59 лет, что до 90 уже многие не дотягивают. А Кришнадас Кавираж в это время он написал Чайтане Чаритамриту. И на благо жителей всего мира и России. И это произведение, оно позволяет нам глубже понять истины, которые были представлены в Бхагават Гитейшим, и понять более конкретно личность Господа Чайтане Махапрабху. В следующем стихе как раз будет говориться, что это сам Говинда, он принял облик Господа Чайтане. И нет более милостливого Господа, который так щедро даровал освобождение всем падшим душам этой эпохи. Итак, Шилапрабхупада нам такую милость дал. Он дал Чайтане Чаритамриту, дал возможность понять вот эти глубокие истины. В частности, понять также фундаментальное представление, аспект абсолютно истины, такой как Параматма, Господь в форме Параматмы. Здесь говорится, что об этом Кришна говорит в Бхагават Гите подробно, во многих стихах он раскрывает эту истину. Когда мы читаем Шимат Бхагаватам, если вы помните, в начале 2 главы, 1, 2, 11, есть знаменитый стих, который считают одним из таких фундаментальных стихов Бхагаватам. То есть, говорится о том, что абсолютно истина не двойственна. Ее можно постичь в трех аспектах, как Браман, как Параматма и как Бхагаван. Хотя это, казалось бы, простое такое представление, но очень много людей запутываются в этих трех понятиях или трех соснах, так сказать. И очень много, даже вот в тех комментариях, которые мы прочитали, Шила Бхарупада полемизирует с различными представителями каких-то искаженных представлений о том, как воспринять Браман, Параматму, Бхагаван. Начнем с того, что многие воспринимают Браман как аспект единственный, как объект поклонения, и его считают целью, вообще-то, достижения. Даже во времена Господа Чайтани мы вспоминаем, как в Бен-Аресе он встречался с Саньяси Маевади. Вы помните, да, эти моменты? И они поклонялись Браману. То есть, Браман был их целью. И Брамаджоти или имперсональный Браман тоже привлекателен. Есть ли среди вас те, кто привлекается имперсональным Браманом? Есть честные люди. Такое может быть вполне, потому что в Брамане очень спокойно и умиротворенно, так сказать. Потому что Браман – это основа, и это аспект личности Бога. Когда Саньяси Маевади увидели Господа Чайтанью, из которого сияние Брамана излучалось, они поняли, что вот это совершенство. И потом Господь Чайтанья раскрыл им истину, что действительно основой, как Кришна говорит, «Браману хи пратиштахам». Я являюсь основой этого Брамана. То есть, Браман не является конечным аспектом. Есть целое направление Брама-Вади, когда поклоняются Браману, но при этом понимают, они понимают разницу между этими вещами, между личностью Бога и Браманом. То есть, есть много возможностей запутываться даже вот в этих категориях. То есть, можно считать Браман высшим аспектом. В отношении Параматмы еще больше проблем возникает. Почему? Потому что это удивительное проявление Господа, которое, как это ни удивительно, находится в нашем сердце. И мы не можем воспринять своими материальными чувствами его. Но мы можем понять его с помощью духовного осознания. И это является целью йогов. Когда они медитируют, когда они контролируют ум, чувства и погружаются внутрь своего сердца, они могут осознать Параматму. В Упанишадах, в частности, в Кадху Упанишад, приводится вот эта история с двумя птицами, которые сидят на одном дереве. Эта аналогия очень ясная, отчетливая. Две птицы. Птицы две. Дерево одно. Это тело. Но, тем не менее, есть много запутанностей даже вот в этих вот трех категориях. То есть, в Индии многие считают, что владелец тела один. И, значит, этот владелец, они думают, это я и есть, это Параматма. То есть, такое заблуждение тоже присутствует. Многие думают, что я и есть Параматма, который внутри вот этого тела. То есть, утверждают тождество, как бы не отличают душу и Параматму. И Шила Прабхупада нам милостливо это объяснил, что есть душа джива или атма, и есть Параматма. Это две категории. Это две птицы. Они не сливаются в одну. Они это... Два это не одно. Потом некоторые считают, что душа там трансформируется в Параматму. Как бы она сливается. То есть, допускает это слияние. Но Госвами Махарадж, который читал прошлый стих 19, он сказал о том, что... Вот эту аналогию, объясняя из хатху Панишад, что две птицы сидят на одном дереве, на одном теле. И одна из них... Они ведут себя по-разному. Одна из них, это мой джива, она смотрит повсюду, озирается и клюет плоды. Горькие и сладкие. Пипал такой есть. Такие ягоды есть. Они горькие. Но, так сказать, это птица, которую можно назвать менее разумной. То есть, мы с вами менее разумны. А Параматма, она присутствует в сердце. Она является нашим вечным наставником таким. Она нам говорит разумные вещи. Но у нас не хватает разума, не хватает разума, чтобы услышать это. Мы не хотим слушать. Наша проблема заключается в том, что нам говорят правильные вещи из сердца. А мы не хотим слушать. И поэтому не слышим. Когда Господь видит, что, ну, да он не хочет слушать. Я ему говорю, 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 говорю. А он не слушает. Потому что милость Господа в том, проявляется в том, что он нас сопровождает постоянно в наших вот этих всех путешествиях. И он нас наставляет постоянно. Поэтому в мерзких таких интерпретациях есть такое понятие голос совести. Кто-то слышал в течение своей жизни голос совести? Отдельные слова хотя бы. Что-нибудь мы сделаем такое, натворим. И поэтому голос совести нам говорит. И мы его можем заглушать, и можем слушать. А можем, наоборот, его принимать. Это голос параматмы. Потому что это великая милость Господа. Потому что он настолько милостлив, что является нашим самым близким другом. 5.29 Бхагавадгита говорится. Бог тарам ягья тапасам, сарвалук ямахешварам, сухридам, сарвабутанам. Я, говорит, являюсь сухридам, самым близким сердечным другом, который не бросает никогда. Друзья в этом мире – это временное явление такое. Есть друзья по детскому саду, по школе, по играм во дворе. Но все это временное такое. Проходит время, и мы обнаруживаем, что по институту друзья есть. Потом нас разносит, и друзья забывают друг друга. Но Кришна является таким другом, который не бросает никогда. То есть он во время всех наших опасных путешествий в материальном мире, он всегда рядом с нами, и всегда дает нам поддержку, наставление. Он смотрит на нас, и сопровождает. И он, как вот эта вторая птица, он смотрит, думает, когда ему надоест склевать эти горькие плоды. А мы клюем, 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 и клюв уже, так сказать, стачивается, все равно клюем, там горькие плоды. Это безумие живого существа. И вот милость Господа проявляется в том, что он, как терпеливый учитель, наблюдает, ануманта, упадраста ануманта, говорится в Багоговите. Он наблюдает и дозволяет нам. Он говорит, ну хорошо, ну ладно, залезь в эту лужу. Как вот иногда отец ведет ребенка, ребенок говорит, хочу туда, хочу туда, он видит лужу. Иногда отец может, ну ладно, беги, окунись разок. Ребенок может испачкаться, и у него какой-то опыт может появиться, он может осознать. Также параматма является свидетелем всех наших действий, поступков, мыслей. И она видит нас и понимает наши желания. И поэтому если мы понимаем, что Господь всегда с нами, и Он, как Гусей Махарашков, как такая сверхнадежная видеокамера наблюдения, которая наблюдает постоянно за нами, она может нам помочь, потому что она знает нас лучше, чем мы. Вчера со мной произошел такой мелкий эпизод. я размышлял о параматме, думая о лекции. Я потерял ключи от квартиры, в квартире уже. Я искал до этого, но не мог их найти. После того, я размышлял о параматме, возвращаясь из храма, и подумал, параматме может мне помочь найти эти ключи. И я так вот размышлял, подошел к двери, и в этот момент наступило озарение такое. «Ключи лежат там, там, под стулом, допустим, где-то». Я зашел, открыл дверь, и увидел, что да, ключи лежат там. Вот такой опыт параматмы нам дает очень часто. То есть фактически она нам подсказывает очень много. То есть это мелкий эпизод, но постоянно мы встречаемся с тем, что Господь помогает нам осознать себя с помощью наставлений и исполнения наших желаний. Поэтому путь прогресса, который может быть, это начать культивировать духовные желания. Желание о том, того, как служить Кришне, понимание, кто такой Господь, желание понять Господа и служить Ему. Если мы будем это делать, а это можно делать в обществе преданных, изучая Священное Писание, общаясь с преданными, следуя духовному процессу, то параматма будет нас наставлять в этом процессе. То есть Господь сам раскрывает себя. Наш путь понимания Бога заключается в том, что мы начинаем делать конкретные шаги, усилия по отношению к Богу, чтобы понять Его. И тогда Господь Он очень милостив. Он видит, что мы шевелим лапками такими, хотим понять, что-то такое. И Он нам дает возможность, Он открывает себя. То есть очень простой естественный путь, когда мы делаем заявку и говорим, я хочу познать Господа. И Господь нам начинает постепенно это открывать. Если Он видит, что желание серьезное, желание такое уже сформировавшееся, Он дает нам эти вещи. А такие желания могут как раз возникнуть в обществе предных, когда все окружающие нас думают об этом, медитируют на это, и эти желания культивируют, по сути дела. Таким образом, мы можем очень быстро прогрессировать. Как параматма Господь присутствует как свидетель, как Он видит наши желания, и Он фактически упорядочивает нашу жизнь. Иногда людям очень трудно понять, как рождаясь, получая вот это тело, кстати говоря, это тело является плодом наших желаний. То есть, мы хотели такое тело, нам дали его, так сказать, параматма, ну, хочешь такое, ну, ладно, бери такое. Людям трудно понять, как духовный опыт трансформируется. Вот параматма играет роль вот такого, того, кто, когда мы появляемся в этом теле, живем, существуем, действуем, она помогает нам осознать наш прошлый, наш наш прошлый опыт, и мы начинаем жить в этом теле, ну, как бы, так сказать, когда у нас наш разум развивается уже, так, что мы вспоминаем то, что мы опираемся на наше прошлое, то, что мы уже осознали. Как Шилупраупада говорит в Бхагавадгите, там, где он рассказывает о йоге, он говорит, как продвинутый йог, который не закончил свое развитие, получая тело очередное, он с легкостью воспринимает то, что он, того уровня, который он достиг, ему это легко, а некоторые для этого прикладывают большие усилия, очень много энергии тратят, и только тогда достигают, в этом можно видеть, что разный уровень развития этих живых существ, разный духовный опыт и так далее. Итак, параматма действует таким образом, что она является всеобщим таким вечным другом сухридом, то есть сопровождает живое существо, открывает ему истину, в том числе параматма позволяет нам войти в контакт с духовным учителем также, то есть когда мы начинаем, фактически духовный учитель является внешним проявлением параматма, он говорит тоже, только извне, когда мы сопоставляем эти вещи, мы начинаем убеждаться, а, да, так это то же самое, что у меня в сердце говорит голос совести, и вот так вот возникает единство духовного знания, кстати говоря, просто понимание параматма вот этой концепции, оно могло бы по сути дела умиротворить вообще вот эти вот религиозные конфликты, которые существуют в большом количестве, если бы все понимали, что один единый Господь присутствует в сердце всех живых существ, тогда чего это самое балаганить-то вот это вот, ходить, сражаться, миллионы людей убивать ради какой-то амбиции, что вот наша некая организация, она является монополистом истины, монополистом является не организация, я, надо это запомнить, монополистом является сам Господь, он обладает монополией на абсолютную истину, организации могут отражать в той степени, в которой они как бы отражают, не искажают, вот Шила Павпада создал нашу организацию, он сказал, ничего не меняйте, но можем ли мы ничего не менять, вот в чем вопрос, мы склонны менять все и на каждом шагу менять, это искажать, это искажать, и потом смотришь уже, мы говорим, милости нет, потому что мы очень много искажаем, то есть есть тенденция души и тенденция живого существа, обусловленной души, искажать свое утверждать, свое какую-то вот это задвигать, так сказать, какую-то свою концепцию, свою интерпретацию, свое понимание, которое очень сильно уводит от понимания проявления параматмы в форме, скажем, Шила Павпада, то есть это очень важный момент полагаться на параматму и проверять на уровне гуру шастра садху, вот это все, то есть если мы часто к Шили Павпаде приходили люди и говорили, я видел сон и вы мне сказали то-то, 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 он говорит, ну я тебе этого не говорю, то есть вот это когда происходит вот такое прямое так сказать разрешение ситуации, может наступить ясность, но часто такого не бывает и мы начинаем измышлять, что не Господь сказал что-то такое, все, что сказал Господь, не надо имитировать, во-первых, это продвинутые положения, это очень возвышенные души могут такое себе позволить, но зачастую мы к таковым не относимся, в крайней мере я точно себе об этом говорю, что мы должны понимать, что есть наставление гуру, шастры, садху, если мы что-то хотим понять, истинно это или нет, и нам кажется, что параматма говорит об этом, а вы кстати отличаете голос параматмы от голоса своего ума, вот кто-то задавался такой целью, тональность ума, вот его звучание, его, да, он, он очень такой наполистый, он диктует все время, иногда можно подумать, что вот, вот это и есть параматма, но это наш ум, он очень такой активный, так сказать, он нас тоже наставляет, и поэтому надо отличать, что голос параматмы, голос ума, это разные, даже не птицы, а так сказать, разные личности, голос ума, он, была такая песня, вот этого известного певца, голос ума называлась, и он так спел очень, этот самый, который в острове играл, как его, Мамонов, у него была песня, голос ума, он читал Бхагавадгиту когда-то, и он изобразил, как этот голос ума звучит, там такие слова есть, все сволочи, сволочи, вы хотите у меня что-то отобрать, вы хотите у меня, так сказать, что-то, мне какой-то вред нанести, вот он играл такую роль, вот этот голос ума, он очень хорошо сыграл, негодяи, вы мне завидуете, но иногда ум говорит более, так сказать, прилизанно, более, так, культурно, и бывает трудно его различить, но голос параматмы нам надо сопоставлять с наставлениями шастер, наставлениями гуру, наставлениями садху, и проверять тогда, что мы можем его слышать, вот, хотя наставления идут, но наше сердце закрыто зачастую, мы можем не слушать, именно потому, что не хотим, или сердце наше еще не готово услышать, очень важно понять эту категорию, потому что она может, как я уже сказал, принести умиротворение в ряды верующих разных традиций, если все будут понимать, что единый Господь, а нигде не утверждается, у нас нет двух Господь, верховная личность Бога, она одна, экспансий много, и так далее, но Господь один, если все будут понимать, что в сердце пребывает этот Господь, и Он наставляет всех, желая приблизиться к Нему, тогда у нас не будет вот этого деления на эти команды, мусульмане, христиане, и так далее, которые сражаются друг с другом из-за мелочей, из-за ерунды, по сути дела, столько копий ломается, если мы будем понимать, что Господь один, и мы опираемся на гуру, шастры и садху, и священные писания до нас дойдут, как Шилапрупада нам этот дар дал, Он дал шастры, без шастры мы бы не продвинулись никуда, Он дал гуру, Он сам является гуру, гуру для всех, шикша гуру, и Он также оставил какую-то часть учеников, которые искренне пытаются быть Его последователями, и пытаются наставлять учеников, учеников, и в этом перспектива, то, что и среди этих учеников есть садху, и пример их жизни нам позволяет понять, каковы наставления Барамата. К сожалению, время наше подходит к концу, уже 9 часов, тема очень огромная, нещерпаемая, я сказал очень малую часть этого, какие-то вопросы в связи с этим обсуждением возникли у Вас, по пониманию вот этого аспекта Параматмы. Это другая категория, категория, так сказать, ну, фактически это другое название, то есть, Параматма, она дает, то есть, интуиция может, правда, обманывать иногда, то есть, когда интуиция верна, это Параматма. А все правильно понимают? Да. То есть, это такие светские названия, по сути дела, то есть, когда говорят совесть, то не знают, а кто там, а что там, просто о ней думаешь, совесть. Иногда говорят, у тебя ни стыда, ни совести нет. Что, Параматма нет, что ли? Нет, она всегда присутствует. Просто Параматма более глубоко раскрывает это все, она проявляется, то есть, некоторые люди не знают ничего, они говорят, только совесть или не совесть. Это голос Параматмы, но так вот он может искажаться иногда нашим внутренним восприятием. Иногда бывает такая совесть, в кавычках, что это не Параматма, вот когда это искаженное такое, это не Параматма, но настоящая совесть, вот как бы говорят, абсолютная совесть. То есть, вот как Параматма смотрит и оценивает нас, и как вот есть судебная вот эта власть, она тоже оценивает там правильные, неправильные поступки, так сказать, поэтому там есть тоже свидетели, есть судьи, то есть, Параматма выступает в роли такого оценивающего, то есть, она смотрит, оценивает, что мы делаем, чему стремимся, какие желания, и дает нам, ну хорошо, занимайтесь вот этим, раз уж вы хотели, быть курицей. Клюйте, идите и клюйте. Заметили, что как куры рождаются, из яйца вот они вылупляются, они начинают ходить и клевать. Хотели в прошлой жизни, им дается возможность ходить и клевать. И так далее. Ваш вопрос? Я вот скажу, что познание Параматма, это все, преданность, Параматма, это личность Бога, поэтому мы должны почтительно и уважительно относиться к Параматме и понимать, что это, вот, Бишмадев, Махаджана, он дает нам наставление, он понял, что Параматма и Господь, это одно, то есть мы должны не видеть отличие Параматмы от Господа, то есть мы не игнорируем Параматму, нет, для преданных это один из источников вдохновения, то есть Господь нам, нам и раскрывает многие вещи таким образом изнутри, когда мы достаточно очистимся, и у нас будут духовные желания, Господь откроет нам себя во всей полноте, но отличие в том, что для йогов Параматма это цель, они медитируют на то, чтобы, вот, их, собственно, метод заключается в том, чтобы сосредоточить сознание на Параматме, но это уже методологическое различие, что мы не стремимся медитировать на форму, как вот форму Господа в сердце, но мы стремимся пойти дальше с самого начала, мы стремимся восстановить отношения с этой формой, с личностью, поэтому это разные немножко цели у йогов, они заканчивают на этом, а преданно начинают на этом, то есть, по сути дела, как бы разные отношения, и когда мы смотрим в сердце, мы медитируем на Радха Кришну в сердце, то есть, Господь нам раскрывается во всей полноте, там, как личность, как Радха Кришна, полная форма Господа, то есть, это и похоже, и разное, то есть, это как бы похоже в том, что мы понимаем, что параматма это объект медитации, мы также, когда мы повторяем Махамантру, мы призываем Господа, Господь в сердце, Он слышит, может слышать нас, и мы обращаемся к Нему, то есть, иногда можно подумать, что медитация, это куда-то мы куда-то вовне обращаемся, мы в сердце обращаемся, и эти взаимоотношения, они также в сердце, то есть, для предных это важная составляющая практики, не то, чтобы мы уподобляемся йогам, которые отрешаются от всего и начинают медитировать на образ параматмы, мы с самого начала в этом милость Шилопраупады к нам, что фактически в ведах описывается постепенный путь, постепенный означает, что сначала в течение многих лет или каких-то жизней даже люди достигали осознания аспекта Брамана, потом они могли пройти дальше аспект параматмы воспринимать, и потом личность Бога. В нашем понимании как преданных и Господь читания это нам демонстрирует, мы с самого начала говорим о личности Бога. Это великая удача, большинство людей не находится на этом, поэтому это необходимо, и медитация на разные аспекты, это необходимая вещь для постепенного продвижения. В Кали-Югу нет возможности такой постепенности, жизнь очень коротка, наши возможности очень ограничены, поэтому у нас нет другого пути, собственно. И Шила Павпада нам сказал будьте даже вы глупцами последними, но ухватитесь за край моего отхода, я вас спасу. Просто искреннее желание предаться Господу, слушая наставления чистого преданного. Поэтому Шила Павпада подробно объясняет этот аспект. Параматмы здесь в комментариях, он говорит, что это неотлично, и Пхишмадев об этом говорит. Мы медитируем изначально на личность Бога, это наша медитация. Даже когда мы медитируем в сердце, мы там видим Радху и Кришну, это наше понимание. То есть надо медитировать на Господа в сердце, да, мы понимаем, что Господь там и Он дает наставление, пытаться слушать Его наставление, сверять это с гуру, шастры и садху, с их наставления. Да? Да? Я понимаю, что Бог саламатом не может отъявиться к этой шастре. Если же наши мысли не находят отъявление сюда, то это наше измешение. Поэтому Прабхупада не будет. Каждый свой мысль отъявляет к этой шастре. Тогда ты будешь говорить слабо сюда, и мы будем с их вернуться к этой шестре. Я желаю всем удачи. Это хороший критерий, и Шила Прабхупада советовал нам это делать. То есть если вы что-то говорите, он подтверждает это. Вы заметили, Шила Прабхупада так говорит, что он говорит что-то и говорит там сказано это. То есть он не говорит то, что мне кажется вот это. Он такого не говорит никогда. Он говорит так-то, так-то, а это сказано там-то, там. И если вы будете этой логике следовать, то это действительно будет очень авторитетная презентация. Шила Прабхупада Я хотел, чтобы мы изучали шастры и подтверждали свои слова наставлениями шастры. Это хорошие замечания или, так сказать, рекомендации. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Тот же шестой момент, который вы интересовали в разделе, где писал, что тот человек, у которого он стал другом, можно сказать, что он стал другом. Да. Да. Это так, да, потому что большинство людей находится в состоянии, когда мой ум, мой враг, к сожалению, это так. И в самом начале это практически всегда так. То есть ум пытается свою политику проводить, политику ложного эго. В частности, он говорит, мы отделены от Господа, Бога нет, я наслаждающийся. Это все концепции ума. Они... Это вражеские концепции, действительно. Только веды позволяют нам увидеть ситуацию в реальности и понять, где враг, где друг. Потому что зачастую мы не можем понять, сами мы не можем понять, что такое враг, что такое друг живого существа. Потому что, когда нам непонятна концепция, непонятно, кто я, каков смысл жизни, цель творения, нам трудно разобраться, понять, каков вектор, считать каким. Иногда людям в обществе кажется, что этот человек ведет себя асоциально. Вот тот, кто, допустим, пытается служить Богу, внешне это может казаться, что асоциальное поведение. Он не ходит на вечеринки, на дискотеки, не пьянствует, не тратит время на какие-то безумные вещи. Да он сумасшедший, говорят. Но человек, на самом деле, друг. Он свою энергию пытается на осознание Бога направить. Но не всегда эти внешние оценки являются критерием, чтобы считать другом и врагом. То есть это очень запутанно может быть, особенно в наше время. И когда мы действительно берем курс на восстановление отношений с Богом, тогда уже ум действует как друг. То есть его энергия работает не на временные вещи, а на то, чтобы вечные отношения возродить. И тогда он играет как бы на позитив ум. То есть когда он друг, он работает в этом направлении. Поэтому не стремитесь на ранних стадиях думать, что вы слышите голос параматмы. Вы можете часто ошибаться. Ну вот один критерий Сергей Петрович привел. Найдите слова шастер, которые подтверждают вашу мысль. Если это так, то так же и другими критериями являются наставления гуру и шастер. Гуру может вам найти какую-то, привести аргументы в пользу того, что это правильно или неправильно, истинно или неистинно. И садху также. Еще вопросы, если есть? Да, пожалуйста. Магир Мука отвернулся. Отвернулся. Продолжение следует. Нет, отношение-то имеет, но это называется предное служение в гунах, в гунах, в гунах. Оно очень болезненно для окружающих. Иногда, но не всегда. Тоже. Гунах благости – это действительно продвижение, определенное продвижение человека, возвышение человека. Но очень многие люди могут в этой гуне, находясь под влиянием гуны благости, засыпать. И это является опасной, так сказать, то есть эта золотая клетка гуны благости, она может тоже быть привязана, и они могут застыть и в этом состоянии. То есть вишудха саттва должна нас привлекать. Но когда Шилу Прабхупаду спросили, а в какой гуне действуют преданные? Один вопрос был такой. В основном преданные действуют в гуне благости. То есть он означает, что он возвышает свое бытие, существование и пытается быть в этой гуне. Но он не отождествляет себя с этой гуной даже, не отождествляет даже с гуной благости. Он медитирует на трансцендентную реальность, которая вне гуны благости находится. И другой момент, что гуны благости в материальном мире непостоянная штука. Она кончается, она все время смешивается, поэтому неустойчивое состояние. Хорошо, спасибо. Да. Спасибо. 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 Наша цель Кришна. Он вне гун. Но гуна благости является промежуточным таким состоянием, когда оно нас возвышает и позволяет нам действовать на этой платформе служения. И действительно, мы должны свою жизнь преобразовывать, стремиться к благости, но не зацикливаться на ней. Продолжение следует... Продолжение следует...